Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM И снова здравствуйте. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение» и продолжается моя вахта в эфире. Я Анна Лапшина вас приветствую ещё раз. И приветствую гостью нашей студии Елену Урмацкую, руководителя интернет-портала Киров.ру и заместителя председателя Союза журналистов Кировской области. Лена, здравствуй. Добрый день. Добрый день всем. Ну, наверное, с журналистики мы и начнём. Я видела тебя в числе участников возобновлённого дискуссионного клуба «Вечерний», заседание которого состоялось во вторник. Обсуждали фейковые новости. Но я так понимаю, что, наверное, не это такой информационный повод, а главное то, что в Кирове возобновляет свою работу площадка, дискуссионная площадка, где можно обсуждать какие-то горячие темы. Это не обязательно темы, которые интересны только журналистам. Абсолютно правильно. Основной новостной посыл в этом не фейк-ньюс, как заданная тема дискуссии, а то, что дискуссионный клуб «Вечерний» возобновил свою работу. Мы пытались вспомнить, когда последний раз проходило заседание этого клуба, вспомнили только предвыборный период, когда губернаторская у нас была гонка. Еще Никиту Белых выбирали. 15-й год? Нет, нет, нет. Игорь Владимирович Васильев. А, Васильеву уже выбирали. Это было, по-моему, в августе 17-го года, полгода назад. Но до этого он тоже очень давно не проходил. И, честно говоря, это было заметно вот на нашем последнем заседании, которое было позавчера. Мне кажется, люди разучились... Говорить? Дискуссировать. Спорить? Спорить, высказывать открыто свое мнение. Потому что в то время, когда клуб работал регулярно, примерно раз в месяц различные темы на обсуждение выдвигались, как-то больше точек зрения звучало. Но, может быть, это и тема такая фейк-ньюс, такая узкоспециализированная. Больше она касается, наверное, журналистского сообщества. Хотя тут тоже не соглашусь. Она касается, по большому счету, каждого. Не, она касается потребителей, конечно, этих самых ньюс, новостей. То есть люди должны понимать, разбираться, чему можно верить, чему нельзя верить. Какие вещи можно репостить в социальных сетях, а какие лучше не надо. И внимание, на которое можно не обращать. И на которое можно не обращать. Понятно. Да. И, в общем-то, я хочу сказать, что я очень рада тому, что клуб возобновил деятельность. Очень хотелось бы пожелать терпения и фантазии по темам основателю клуба «Вечерний» Николаю Анатольевичу Пихтину. С удовольствием будем приходить на разные заседания. В городе должна быть такая площадка. Это мое глубокое убеждение. А Союз журналистов Кировской области, он каким-то образом, может быть, будет участвовать в качестве людей, которые темы предлагают какие-то? Потому что журналисты — это люди, которые всегда в информационном поле. Они понимают, что важно, что не важно сейчас. На самом деле, мы не обсуждали это направление Союза журналистов как вид нашей деятельности. Но почему нет? Я думаю, что не только Союз журналистов может тему предложить. Любой человек. Любой человек, да. Николай Анатольевич Пихтин открыт в соцсетях в том числе, поэтому я тут не вижу никаких заминок. Ну, в общем, будем надеяться на то, что эта площадка действительно будет работать регулярно. Николай Пихтин обещал, что в феврале, по-моему, даже второе заседание состоится. И народ всё-таки начнёт поживее как-то себя вести, потому что, конечно, последние год-два этого очень не хватает. Хотя есть темы, которые вызывают живое обсуждение. Они, конечно, больше рассматриваются и обсуждаются в социальных сетях и, наверное, в рамках журналистского сообщества, но касаются тем не менее всех. Я бы хотела тебя тоже спросить, мы с Николаем Пихтиным об этом разговаривали, по истории, которая на улице с Паской случилась. То есть это вот тема с парковками, тема с уборкой снега в городе Кирове зимой, она всегда очень актуальна, мы все берём. И вот на улице с Паской наши коллеги опубликовали фотографию машины запаркованной на пешеходной части, и никого совершенно это не волнует. Ни ГАИ не приезжает, их не убирает, ни владельцы, в общем, особо не парятся. А я тут как-то ездила в ТЮС, отвозила сумку с костюмами. Вот я побоялась ехать вниз к ним, к служебному входу. Думаю, на московскую не выберусь по скользкой дороге, а на Спаску. Как же я поеду? Там же пешеходная улица. Ну вот если моё мнение, ты хочешь узнать... Конечно, это особое мнение, да. Но вообще это выпьющее безобразие на самом деле, оставлять машины в пешеходной части. И это же незаконно. А почему ГАИ-то не реагируют? Ну, насколько я знаю, Николай Пихтин написал в ГИБДД собственное обращение. Да, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я возмущена. Да мы все возмущены. Как кировчанка. Потому что там в том числе гуляют и мои дети. Если предусмотри на парковочное место, оставляй свою машину. Ну, на пешеходной части, именно на пешеходной улице. Ну, это недопустимо, на мой взгляд. Лена, ну вот смотри, в социальных сетях обсуждалось следующее. Были как возмущенные этим фактом, так и люди, которые писали. Извините, пожалуйста, если вы не делаете в центре города парковки, если вы не заботитесь созданием каких-то парковочных мест в достаточно большом количестве, как вообще можно предъявлять какие-то претензии? То есть это вот уже в адрес городских властей. Ну, вот по парковочным местам на самом деле ситуация действительно очень острая в городе. Я также автомобилист, у меня есть машина, и не понаслышке знаю, что такое припарковать в центре города. И знаешь, Аня, тут вообще можно о разных вещах поговорить. Во-первых, это парковочные места около общественно значимых каких-то мест. У нас построено, пример, вот буквально позавчерашний, у нас построено новое здание налоговой инспекции на Комсомольской. О, это больная тема для меня, потому что у меня рядом дом. Парковочного места не создано. Ни одного. Мы парковали свой автомобиль, когда приехали за документами нужными, около Дома культуры железнодорожников. Вот такая же точная история. А там битком забито. Потом, парковки во дворах. Тоже интересная тема. Я живу в Большом Сталинском доме. Второй половины прошлого века постройки. Понятно, что там не предусмотрено парковок для такого количества автомобилей, которые сейчас вообще существуют. Двор небольшой? Ну да, да. Но тебе еще повезло, ты живешь не в 25-этажном доме, понимаешь? У нас тоже большой дом и очень многоквартирный. И когда мы только переехали в него, был вопрос вообще попадания на территорию. И первое время... Шлагбаум был, да? Нет, дело вообще не в шлагбауме, а дело в том, что места закреплены за определенными квартиросъемщиками, и мы свой автомобиль оставляли напротив, на проезжей части у торгового центра. Не во дворе. Во двор мы попасть просто не могли. Потому что некуда было. Конечно. А сейчас, в общем-то, жизнь только добавляет автомобилей в наш город. Но, вот смотрите, я тут что обнаружила. На сайте Минстроя 1 июля, по-моему, 17-го года, если я не ошибаюсь, была опубликована рекомендация, обязательная к исполнению. При строительстве новых многоквартирных домов, да и не многоквартирных, любых, предусматривать строительство парковочных мест. Причем количество парковочных мест должно соответствовать количеству квартир. Но можно делать отступление в разлете 30%, плюс-минус 30%. Грубо говоря, если дом 100-квартирный, то допускается либо 70 парковочных мест, либо 130. Я что вижу хорошего, в общем-то, в этой ситуации, помимо только того, что удобно будет тем, кто покупает квартиры в таком новом доме. Это точно, абсолютно предусматривает строительство новых домов. Домов где-то по периметру города. Уже можем говорить о частной, о точечной застройке, особенно в исторической части, как о вчерашнем дне. Потому что там такого количества парковочных мест можно, ну, просто не найти места для этого. Либо парковка подземная, там, пятиярусная какая-то должна быть вглубь. Ну, у нас не строят такие. У нас такие не строят, да. У нас в центре очень плотно коммуникации под землей, насколько я понимаю. А если у нас замечательно будет строиться такой жилой сектор по периметру города, да, в любом направлении, которое сейчас предусмотрено, это мало того, что парковка. Есть кран на жилой дом соседний, не упадет. Город развивается уже благодаря какому-то современному генеральному плану и так далее. А не как сейчас, когда у нас прям все вперемешку. Тут и старинное здание, внутри квартала какая-то многоэтажка там безумная. И не то, что машины некуда поставить, детям негде поиграть, ну и так далее. Елена Румацкая, руководитель интернет-портала Кирфру, в нашей студии высказывает свое особое мнение. Сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир. И про парковки еще договорим. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается. Напоминаю, в нашей студии Елена Ормацкая, руководитель интернет-портала Кирофру, заместитель председателя Кировского отделения Союза журналистов. Вот, про парковки. Я согласна с тобой полностью. Это хорошая идея, наверное, да? И вот Илья Шульгин, новый глава администрации, тоже сказал, что в Кирове будут выдавать разрешение на строительство, только если количество квартир в доме будет соответствовать числу парковочных мест. Но есть одна такая довольно лукавая вещь, о которой написал Игорь Багин. Сообщество «Красивые движения», «Красивый Киров», «Велосипедизация» и прочее. Игорь пишет о том, что, да, действительно, построить большой дом с большим количеством парковочных мест возможно только за городом. Ну вот условно, где-то на окраине города, где-то на пустыре, где-то, где есть место, которое разрешает это сделать. Люди, которые будут там жить, учитывая, как работает наш общественный транспорт, что ходит он у нас не всегда регулярно и не всегда допоздна, скорее всего, будут обзаводиться автомобилем. Возможно, это будет не одна машина на семью, а две. Количество парковочных мест такого количества машин не предусматривает. На одно место две машины не поставишь. И все эти машины будут выезжать в город. И трафик на улицах будет еще более интенсивный, чем сейчас. И пробок будет больше. И проблем с парковкой в центре города, возле общественно значимых зданий, тоже будет больше. Ну, я поняла мысль Игоря. На самом деле, да, такое возможно. Так. Ну, что можно сказать? Да, такое возможно. Но это на самом деле возможно и не только потому, что дома большие будут строиться по периметру города. Количество автомобилей увеличивается каждый день, собственно, каждый год. Тут надо немножко по-другому, наверное, смотреть. Я не вижу зла в вопросе соответствия количества парковочных мест, количества квартир. Идея хорошая. Идея замечательная, во-первых. Ну, на мой взгляд. Это моя позиция. Во-вторых, Минстрой уже опубликовал эти рекомендации. Сейчас невозможно будет отступать от них. И как бы мы сейчас к этому ни относились, хорошо ли, плохо ли, их нужно будет, собственно, воплощать в жизнь. Лена, а давай помечтаем. Вот смотри, может быть, когда-нибудь Киров все-таки доживет до тех времен, когда начнет действовать, ну, более-менее грамотно, так, как сделали в свое время в Москве, да? Люди, которые едут на своих машинах до ближайшей станции, метро оставляют машину на какой-то перехватывающей парковке. Мне кажется, в Кирове тоже ведь можно такое сделать. Это очень хорошая идея. Есть площади, которые можно использовать, да, оставляешь там автомобиль, дальше пересаживаешься на общественный транспорт. Это очень хорошая идея, Ань. Это, ну, прям в идеале было бы здорово. Тем более, знаешь, вот сейчас центральная диспетчерская служба в Кирове с сервисом как раз по расписанию общественного транспорта, по карте движения транспорта. Это то, что можно посмотреть в интернете. На смартфоне можно узнать, где твой автобус. Да, да. Она вот прям тут очень даже удобно нам предусмотрела сейчас технические возможности. То есть я спокойненько на машинке куда-то паркуюсь, смотрю, через какое время придет мой маршрут, пересаживаюсь и доезжаю до нужной мне остановки. Я за такую жизнь в городе. Замечательно. Ну, вот я просто хотела про общественный транспорт добавить. История, которой занимались вы, ваше издание опубликовала, по-моему, накануне. Это было, если я понимаю, да. Довольно забавное вы получили письмо от вашего читателя. То есть человек поехал в Нововятск. Это к вопросу, да, о домах, расположенных на окраинах города, да, в отдаленных районах. Человек поехал в Нововятск, сел в автобус полупустой, заплатил за билет. Через некоторое время его высадили и пересадили в другой автобус, уже такой поднабитенький, вот. А еще через пару остановок в этот же автобус запустили еще человек 15 из еще одного автобуса. То есть это так люди бензин экономят, они что, перевозчики разных маршрутов между собой договариваются? Ну, знаешь, тут надо обязательно уточнить, что билет каждый раз пробивать новый не надо было. Да, он по одному билету. Покупать, да, по одному и тому же билету. На самом деле к нам в редакцию Киров.ру часто поступают такие забавные звонки, рассказывают различные совершенно истории. Эта история совершенно свежая. Вот она прям буквально... Позавчерашняя. Позавчерашняя. У нас ей занимается главный редактор Александр Петелин. Телефон редакции 42-46-17. Вы можете с Александром пообщаться, потому что я вот сейчас не в курсе развития событий, но мы на портале обязательно опубликуем. Мы отправили запрос, собственно, в ЦДС по этой ситуации. Если это не в их компетенции, то там, наверное, Александр, наш главный редактор, отправил еще куда-то. Ну, забавная история, на самом деле. Посмотри, как люди кооперируются. На самом деле мы в редакции, обсуждая эту забавную историю, разные версии выдвигали, зачем это может вообще быть. Не, ну, может, конечно, случиться так, что два автобуса на одном маршруте сломались одновременно. Вообще, Ань... И третий всех увез. Это возмутительно. Вот я, например, как мамочка двух детей, хорошо, что они у меня уже большие, вспоминаю те времена, когда я ездила в автобусах с маленькими колясками, санками, одного на руках, другого за руку. А если в такую ситуацию попадает мама или беременная женщина, или инвалид, вот эти вот пересаживания... В конце концов, кто-то просто с тяжелыми сумками едет. Бывает и такое. Бывает и такое. Пересаживания какие-то. Ну, я не могу понять, что такое вдруг случилось. И еще, надо же, не один такой случай. Там можно допустить, что автобус сломался. А еще и потом еще из одного пересадили. Ну, в общем, такая какая-то, да, интересная история. Ну, читайте на портале Кира Фрукла. Воложение этой истории. Вы за ней будете следить, я надеюсь. И посмотрим, что было. Потому что, ну, молодцы, что скажешь. Предприимчивости перевозчиков можно, конечно, только позавидовать. Но, может быть, это и объяснимо. Действительно. Подождем развитие ситуации. Ну, может такое быть, да. Два автобуса сломалось одновременно. Третий всех забрал. Ехал мимо как раз вовремя, да? Бывает разное. Бывает такое. К сожалению или, к счастью, уж я не знаю. Елена Румацкая, руководитель портала Кира Фрукла. В нашей студии мы продолжаем говорить о городских темах. Лен, вот хотелось бы все-таки достаточно громкую такую тему затронуть. Она обсуждается и в нашей студии, и в городе в разных форматах совершенно уже там на протяжении двух лет, если мне память не изменяет. Да, это строительство нового полигона в Кирове. Полигона в Осенцах ударяют по-разному там, да, в том числе официальные лица этот населенный пункт. Две недели назад была создана группа очередная, рабочая по контролю, группа общественников, которая будет следить за документацией. Насколько понимаю, им уже и САХ что-то там показывали, каким образом это все будет строиться и прочее. Но, тем не менее, вот не утихают звонки и в нашу студию в том числе, любой эфир, связанный с полигоном в Осенцах. Звонят люди и говорят, все плохо, нас всех отравят, мы все умрем, вы не понимаете, что здесь будет через 70 лет. И никакие там вот разговоры о создании контролирующего некого органа, они не вызывают их доверия, потому что они говорят, ну вот их обманут, или они сами обманутся. Вот ты что думаешь по этому поводу? Вот польза будет от группы? Ну вот знаешь, Ань, к нам ведь тоже в редакцию по этой теме звонят, и у нас, наш журналист Владимир Колобаков был на пресс-конференции, посвященной вот этой теме. Очень горячая история. Вы знаешь, я на самом деле редко так заостряю, вот, а тут прямо я заостряю, реально горячая история. Мое мнение личное, там, не как заместители председателя Союза журналистов, там, не как руководители даже портала Киров.ру, вот лично мое. Как жители Кирова? Как жители Кирова, как гражданина. Я очень понимаю позицию САХ. Они ведь на самом деле стараются. Из города вообще-то отходы вывозить нужно, и сейчас нужно строить новый полигон, и прямо именно сейчас его нужно строить, потому что потом будет поздно. Такая необходимость для города насрела. Ты не представляешь, насколько я понимаю жителей. Сама оказывалась в различных ситуациях, когда меня не слышат, как кировчанку, когда мое мнение неинтересно, никому не нужно, и складывается впечатление, что я вообще тут, собственно, ну, вот чего живу-то там. Это какая-то страна, в которой беспредел, да, на меня не обращают внимания. Так вот, я этих жителей понимаю, я понимаю САХ. Я не понимаю, знаешь, кого? Я не понимаю депутата законодательного собрания, который избран по этому округу. Причем не по спискам, а домодатно. Его избирало это население. Я не вижу работы. Вы про Рома Титова говорите? Это Титов Роман Альбертович. Причем, ты знаешь... Не, ну подожди. Вот я вот хотела бы еще продолжить. Вообще, в журналистских кругах ведь эта вся ситуация обсуждается. И есть мнение, оно существует, что со стороны депутата определенная недоработка. Я уж не знаю там в силу каких обстоятельств, почему депутат этого не делает. Тут только догадываться можно о причинах. Если бы у меня был такой депутат, я бы отправила его, собственно, в импичмент. Честно. Ситуация ведь накалилась. Мы знаем с вами, что экологическая экспертиза проведена. Да? И что ведь на самом деле там большая работа по безопасности и по долгосрочности этого проекта. И вроде бы жителям-то не надо бы волноваться, но с ними никто не поговорил давно. Понимаешь, вот эта вся история обострилась из-за того, что они почувствовали себя обособленно, одиноко. Они единственные в поле воины сейчас. Вот, я так это вижу ситуацию. Это недоработка именно с населением. Не, ну подожди, я тут Романа должна защитить, тем более, насколько я знаю, он сейчас болеет и позвонить даже нам не может, потому что без голоса. Вот, Роман приходит в эту студию, мы этот вопрос поднимаем, он старается объяснять, что происходит. Этого недостаточно. Возможно, где-то была, да, недоработка в плане личных встреч, но и это тоже происходит, насколько я знаю. Сейчас, понимаешь, это происходит. А ты имеешь в виду самый ранний этап, да? Конечно, конечно, конечно. Тем более, Роман является заместителем руководителя законодательного собрания. У него огромная полномочия. Я думаю, что он сейчас, если по полной программе включится в эту историю, действительно захочет решить этот вопрос. Это в его силах. Но на сегодня я скажу, что журналистское сообщество сомневается в том, как происходит депутатская деятельность именно на этом вот участке. Именно благодаря вот этой вот ситуации. Ну ладно, мы внимание Романа привлечем к этой теме. Обязательно, обязательно. Депутат должен защищать своих избирателей. Ну, тут, понимаешь, сложно сказать. Мы сами не можем пока разобраться, кто из людей, условно говоря, что-то не понял. А кто-то, вот есть же люди, которые вот нет и все, не хочу. Возможно, разные. Есть такие, до кого как бы и объясняй, не объясняй, может быть, и не достучишься. Хорошо, тему осенцов. Осенцев держим на контроле. Вот. Об общественном мнении. Чуть-чуть буквально. Я бы хотела попросить, чтобы ты мне сказала. Значит, ситуация такая. Насколько я понимаю, ваш портал сегодня практически выложил новость о том, что 166 миллионов рублей средств поступят на ремонт учреждений культуры и образования в Кировской области. Но об этом уже говорилось. Да, это сегодня озвучилось, насколько я понимаю, на пресс-конференции зампреда Дмитрия Курдемова. Вот. Ну, эти учреждения мы называли. В Кирове речь идет о лесопромышленном колледже, где будут ремонтировать фасады, насколько я помню, даже общежития колледжа, дистанционном центре образования и авиационным техникум. По авиационному техникуму тема была выброшена в публичное поле неделю-две назад, когда появилась в социальных сетях картинка, как этот колледж после ремонта будет выглядеть. То есть вот то старое издание на Октябрьском проспекте, такого охрененно-желтого цвета, пусть и ободранное, хотели обложить плиткой, керамогранитом в таких серо-синих тонах. Антон Касанов возмутился, естественно, сказал, что это совершенно испортит облик того квартала, старинного, исторического уже. И сегодня, насколько я понимаю, Дмитрий Курдемов заявил о том, что вроде как что-то меняется. Да, но вообще, на самом деле, новость очень положительная. Ну да, то есть к общественному мнению всё-таки прислушались. Да, да, вот это особенно радует, знаешь, когда слышат общественное мнение, здорово. Ну, говорят, что будет изменён, но, по крайней мере, видимо, цвет собираются поменять. Да, у нас ходила журналистка на пресс-конференцию, я как раз направлялась к вам в редакцию. Да, ну, по горячим следам прямо говорили. По горячим следам, я поэтому не знаю подробностей этой пресс-конференции. Конечно, ну, замечательно. Там, по-моему, вообще идёт речь о восьми объектах культурных, которые будут... На территории области. На территории области, да. Там в Советске лицей, в Верхнекамском районе, по-моему, в Рудничном. Вот сейчас... Какой-то объект. Какой-то объект. Ну, такие вот, в общем, известные. Потому что лицей советский, он же очень такой славится. И высокими баллами ЕГЭ, и истории своей. Ну, то есть это очень хорошо. Ну да, это прекрасно, замечательно, что деньги выделил нам президентский фонд. Ну, вот тут в этой истории хорошо ещё и то. Мы все понимаем, что надо экономить. Мы все понимаем, как рассчитывались эти сметы, да, наверное, пытались найти какой-то вариант оптимальный. И по деньгам, и по качеству, там, да, скажем, выполненных работ. Но тот факт, что вроде к людям как прислушались, это тоже не может не радовать. Да, 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 абсолютно точно. Да, по горячим следам. Но, собственно, вот сегодня подробности должны появиться в новостях и у вас, и у нас. Елена Урмадская, руководитель интернет-портала Киров.ру, у нас в гостях в особом мнении. Мы сделаем небольшую паузу, вернёмся. Особое мнение на 101FM. Елена Урмадская, руководитель интернет-портала Киров.ру, заместитель председателя Кировского отделения Союза журналистов. Не знаю, наверное, не очень правильно называю, но... Нет, Союз журналистов Кировской области, всё верно. Верно. Всё верно. Боюсь, всё время ошибиться в формулировках в нашей студии. Мы продолжаем обсуждать. Вот тема такая тоже, довольно близкая журналистам, тема Олимпиады. Олимпиада стартует на этой неделе, 9 числа, насколько я понимаю, да. Наши спортсмены сначала ехали, потом не ехали, потом были громкие крики, что не надо нашим спортсменам туда ехать, но всё-таки едут. И в минувшую субботу в Кирове прошла акция, и по всей России тоже, в поддержку наших олимпийцев. И вот я тебя, как руководителя СМИ, хотела спросить. Вот тебе не кажется нелогичным и странным поведение государства даже вот в этой ситуации? Да, то есть сначала мы два месяца нагнетаем обстановку во всех телевизионных шоу. Спортсмены чуть ли не к предателям приравниваются, да, что вот как это они поедут? Значит, нас вот так, а нас ноги вытерли, значит, да, сказали, что наши известные спортсмены не могут поехать из-за каких-то нелепых обвинений, а мы сейчас туда поедем, а потом раз и организуют общероссийскую акцию в поддержку олимпийцев. Ну вот зачем это всё? Ну, знаешь, я, наверное, вот с чего начну ответ свой. Давай. Вообще, Олимпиада — это праздник. Конечно. Очень большой. И это вообще спорт очень высоких достижений. Я знаю не понаслышке, потому что двоюродный брат моей мамы, мой дядя очень любимый, вообще мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике и принимал участие в Олимпийских играх в Сеуле. Я своими глазами... Он родился в Кирове когда-то в 61-м году, там, в первом Ватродоме. Ну, потом в другом городе уже жил и тренировался. Я своими глазами видела, что такое тренировки будущих олимпийских чемпионов, насколько это на пределе вообще человеческих возможностей, как высоко дисциплинированы эти люди, и что значит достичь каких-либо результатов вот в этих просто, ну, в серьёзнейших соревнованиях, таких как Олимпиады. Это даже ведь важнее, чем чемпионаты мира, там, например. Поэтому я понимаю олимпийцев, и мне тревожно за их, в том числе, психологическое состояние. В спорте победу одерживает тот, кто не волнуется, а твёрдо уверен в своей победе, в своём высочайшем результате. Конечно, вся эта история допустят, не допустят, поедут, не поедут, в какой форме, с каким флагом. Это выбивает из колеи. Тут никто ведь не был, собственно, застрахован. Представляешь, а у кого-то это последняя Олимпиада, ну, там, по возрасту, у кого-то что-то. И, на самом деле, олимпийцы, те, кто выступают, ну, что в командных, что там, в одиночных, за свою страну, они патриоты. Патриоты, потому что гордо нести флаг своей страны и стоять на первом месте пьедестала почёта, когда, в общем-то, там, вырвал сотую долю, там, какой-нибудь секунды. Я, поэтому, не сказала бы, вот я, да, там, что предатель или не предатель, это вообще как-то, ну... Такой вопрос даже не ставится. Да-да-да, в моей голове, в общем-то, это не укладывается. Я могу сказать, что я сама Олимпиаду смотреть буду обязательно. Я всегда смотрю и зимние, и летние, ну, не все виды спорта, но обязательно буду. И я буду болеть за наших, именно как за российских, собственно, спортсменов, там, в какой бы форме, там, они не выступали, ну, нейтральный, так нейтральный. А вот то, что касается позиции государства, тут сложно мне говорить. Я не... Вот первый этап, который ты говоришь, да, где предателями, я его пропустила, видимо, потому что... Тебе повезло просто. В моём сознании этого нет. Настолько была агрессия большая, что вот это просто выбивало искрение. Вот я от тебя сейчас этого услышала, поэтому я вот тут вообще никак прокомментировать не могу. А митинги, поддержки, ну, вот если уж сами по себе там митинги, поддержки, ну, это вообще-то неплохо, пусть поддерживают. Вот там, я надеюсь только, что при этом люди искренне приходят на такие мероприятия. Мы тоже надеемся. Вот если это искреннее участие человека, да, и личная, собственная позиция, это один вопрос. А если начальник приказал, ну, потому что предприятию надо отчитаться, да, это другой вопрос. Вот и всё, что я могу сказать по этой ситуации. Хорошо. Ещё вот маленький вопрос по Олимпиаде. Как тебе кажется тот факт, что не едут сильнейшие наши спортсмены во многих дисциплинах, да, и, скорее всего, мы надеемся, конечно, на лучшее, но, может быть, у кого-то из спортсменов не очень высокого класса будет не очень высокий результат. Это снизит зрительский интерес вот через какое-то время. То есть вот это как с командой Родина, знаешь, вот она проигрывает, проигрывает. Болельщиков всё меньше и меньше на стадионе. Ну, на самом деле, вот смотри, мне обидно за нашу страну, потому что реально во многих видах спорта, тем более зимние виды спорта, это вообще наша Олимпиада. Мы на самом деле сильные, сильнейшие в мире. Я вот точно уверена во всех вот этих провокационных вещах, которые были против наших олимпийцев, что они направлены на, в том числе, и дестабилитизацию в стране политическую какую-то, ну, на дискредитацию России вообще в целом. Вот так. Потому что, ну что это? Ну что, наши спортсмены все беспредельщики. Все против МОК, все допинга нахватались. Норвежцы все отличные у нас, да, там, японцы, все остальные просто безупречные. А вот россияне повально причём, всей командой. Ну, это понятно уже. Мы понимаем, конечно, что тут без политики не обошлось, конечно. Конечно. Вот, ну, поэтому по зрительскому интересно посмотрим. Мне вот интересно смотреть. В общем, поддерживать надо. Надо, обязательно. Вне зависимости даже, будут самые высокие результаты показывать или нет. А вы знаете, ведь сильнейшие спортсмены тоже ведь выросли из начинающих. Конечно, конечно, мы все помним, да, они вообще и из детей даже выросли. Так что тут большой шанс для тех, кто только ещё делает первые шаги в спорте, показать себя и поддержать Россию, свою страну и дать хорошие результаты. Ну и нам, болельщикам, будет приятно. Ну что ж, у нас остаётся вот, ну, на самом деле, не очень много времени. Лен, две темы на выбор. Либо выборы президентские, да, грядущие и подготовка к ним. Либо запрет, точнее, законопроекта запрета продажи электронных сигарет детям, которые собираются принять наше законодательное собрание. Или не принять. Какая тебе более интересная? На самом деле, сигареты это быстро, а выборы очень долго успеем ли мы вложиться по времени. Вот смотри, Аня. Ну, давай по электронным сигаретам тогда, да. Тема тоже сегодняшнего дня, собственно говоря, там и вчерашнего, да. В законодательное собрание внесён проект закона о запрете, ну, он по-другому называется, продажи в Кировской области несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов, так называемых, да, а также жидкости для них. То есть тема эта не регулируется федеральным законодательством, как я понимаю, на региональном уровне каждый субъект принимает своё решение. В Фейсбуке у Владимира Шабардина видела я эту ссылку, собственно, он и являлся инициатором. Объясняется следующим, ну, понятно, да, то есть вот электронные сигареты – это такая вещь двоякая. Кто-то говорит, что они не вредные, кто-то говорит, что, безусловно, они вредные, да, и курение, например, электронных сигарет запрещено в самолётах, да, так же, как обычных сигарет. Ну и плюсом есть, конечно, опасение, что ребёнок, там, подросток, который употребляет электронную сигарету, потому что пока разрешается вроде как, потом перейдёт на обычные и будет курильщиком. Вот тебе как кажется, на региональном уровне вот этот запрет будет иметь действенные какие-то последствия? И самое главное, как надо бороться с продавцами? Ого, да, эта тема, конечно. Это как с алкоголем, да, мы помним, один запрет порождает множество способов его обойти. Вот, 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 вообще любой запретный плод сладок, это мы помним, это аксиома. А вообще Владимир Шабардин молодец, наш уполномоченный по правам ребёнка, что вышел с такой инициативой. Если будет принят этот запрет региональным законодательным собранием, это здорово, я поддерживаю, я как мама двух детей. В общем-то, ну, мои дети там не баловались, надеюсь, там в детстве там не бегали вейпы покупать в несовершеннолетнем возрасте. Но, на самом деле, это же имитаторы определённые, и они такая маленькая взрослая жизнь. Это благо, запрет, запрет это благо в данном случае. А вот то, как контролировать выполнение этого закона, и как всё-таки следить за тем, чтобы не продавали, ну, это органы правопорядка, конечно же, должны сделать. Но я думаю, тут можно и общественность подключать, и почаще напоминать об этом. Потому что, знаешь, как бывает часто, какой-то закон примут, там через 3-4 месяца он уходит куда-то в небытие, то есть он действует и действует, просто общественность об этом забывает. Вот контроль, это дело сложное. Ну, у нас мы помним, да, граждане ещё неоднозначно относятся к каким-то вещам, когда ты сигнализируешь, скажем так, органам правопорядка о каком-то нарушении. То есть у нас обычно как-то вот, ну как я буду стучать, да? То есть вот это касается и употребления пива на лавочке в парке, да? И вот и продажи действительно там каких-то запрещённых вещей, пива и сигарет несовершеннолетним. Да, ну тут уже, слушай, даже на совесть продавца, ну это же дети. Если это запрещено, ну хотя сейчас вот алкоголь тоже, знаешь, нет-нет, добывают, наверное, случаи. Но сейчас, наверное, меньше, первое время были, сейчас паспорта просят. А так ведь продавали с запиской папе три бутылки пива. Ну да, да, было такое, особенно 1 января рассказывали, такое бывало. Вот поэтому. Поэтому тут только чёткое соблюдение этого закона. В общем, каждому магазину, конечно, да, контролёра не приставишь, я так понимаю. Но тем не менее будем надеяться на сознательность и продавцов, и покупателей, да, взрослых, которые не пойдут с записками от ребёнка, вот купим мне дядя вот это вот. Да, да, да. Хороший законопроект. Надеемся, что всё-таки обсудят, примут, да, и продумают меры реализации. Я благодарю Елену Урмадскую, руководителя интернет-портала Киров.ру, заместителя председателя Союза журналистов Кировской области, за эфир. Большое спасибо за приглашение на эфир. Мы прощаемся с нашими слушателями, всем спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM Продолжение следует... Продолжение следует...